В этом году мир отмечает знаменательную дату – 100 лет с начала Первой мировой войны. Это было одно из самых масштабных вооруженных сражений в истории человечества, забыть которое не то что нельзя, невозможно. В честь этой даты в деревне Орлова был установлен обелиск воинам Первой мировой войны. Подробности торжественного открытия в репортаже Юлии Пагасьян. Национальный конный парк Русь стал местом, где вспоминали скорбные события 1914-1918 годов. В этот период наша держава понесла большие человеческие потери. Число погибших насчитывает около двух миллионов солдат. К сожалению, в советской исторографии события Первой мировой войны подверглись сильным искажениям. И война имела совсем другое определение – империалистическое. Победа русского оружия и подвиг наших предков, стойко сражавшихся с неприятелем и погибших за веру царя и отечества, стали незаслуженно забыты. Сейчас молодежь имеет только абстрактное представление о том времени. Но народ, который не знает свою историю, не имеет будущего. Поэтому необходимо возрождать дух патриотизма. Знать свою историю, знать своих предков – это именно тот источник силы, в котором мы все так нуждаемся. Это источник духовной силы. Но история расставляет всё по своим местам. Справедливость торжествует. И наше правительство делает всё, чтобы новое поколение россиян помнило и чтило память своих предков. Одно из доказательств этого – открывшийся на территории Ленинского района «Обелиск воинам Первой мировой войны». Он предполагает стать частью масштабного комплекса военно-патриотического воспитания, который разрабатывается в Национально-конном парке «Русь» в соответствии с президентской программой «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации». Его автором стал не закалённый на фронтах сражения мужчина, а хрупкая девушка, которая во время работы над «Обелиском» пережила в своей душе чувство невероятной скорби по погибшим в этой войне. Она долго разрабатывала эскиз. Перед собой Мария поставила задачу выполнить памятник в технике инновационного светового дизайна. Последние штрихи пришлось доделывать за сутки до открытия. На презентации руки девушки были до сих пор в краске. Главная идея «Обелиска» в его подсветке. Стелла горит, как свеча, а её основание украшено изображением Георгиевского креста, главной военной награды Российской империи. Это не просто каменный или обелиск из бронзы, отлит и всё, а он живёт, он меняется. Ну и, наверное, вызывает некий такой душевный трепет, когда ты подходишь к вечному огню, какое состояние человека. И вот я думаю, что эта стелла будет именно символизировать это. Открытие «Обелиска» – это безусловное напоминание всем нам о тех войнах, которые пережила наша страна. И такое благородное дело способствует зарождению в общественном сознании чего-то доброго и светлого. Тот, кто не помнит своего прошлого, наверное, и сам-то не достоин будущего. А значит, это всем нам очень хороший повод задуматься, помним ли мы своих родных и близких, предков, которые были участниками тех событий. Кто воевал в той войне. Юлия Погосян и Адамия Наталья Буслаева. Видное ТВ.